Всем привет, сегодня мы продолжаем проходить игру растения против зомби и у нас на очереди бонусная миссия под названием плейдолака. На поле уже есть бонусные слоты с компанией фарфичи, помогающей экономить плант. Их наличие говорит о том, что плантов будет более чем достаточно для успешного прохождения миссии. Но как бы там ни было, мы это уже скоро узнаем. По растениям мы сейчас получили бомба картофель, потом ледяной горох и молния. Но хотелось бы что-то получить побольше, потому что в этой миссии будет еще парочку зомби с компанией фарфичи, гостей из будущего. Это американский футболист и самоходка. Их наличие уже говорит о том, что миссия будет очень непростой и поэтому нам потребуется усиление. Но в принципе у нас растения не то чтобы достаточно, но если взять ледяной горох, он нам поможет хотя бы их так затормозить, пока мы с ними не разберемся. Ну а там уже будем применять активно бомбу картофель и так или иначе с ними справимся. А мы сейчас получили доп. оружия дополнительно к основному списку. Это цитрус. Вот это вот то растение, которое действительно может остановить противников с компанией фарфичи, но для этого надо как минимум несколько раз. Как для самоходки, так и для американского футболиста. Их можно сравнить, наверное, по живучести с чем-то с боссом. Тоже очень непростой зомби и нужно повозиться. А мы сейчас применяем плент для ледяного гороха на первой линии и оставшиеся слоты красного цвета тоже срабатывают. Кстати, у нас они уже были на поле, но их можно посадить с помощью редиски. Тоже появилась у нас компания фарфьючер. Растение неоднозначно, я его не очень люблю брать, но уже если оно есть, конечно, на поле, то почему бы этим достоинством не воспользоваться. Ну, а редиска очень дорогое растение. Первый слот стоит ничего, потом 250, 500, ну и так далее. По геометрической прогрессии. То есть, для того, чтобы посадить два слота дополнительных, надо 750 монет. Очень недешево. Так что, я предпочитаю, если пользоваться, то уже в бонусных миссиях. Когда у нас, либо мы получаем редиски, либо уже слоты бонусные на поле находятся. А на первой линии очень много зомби подошло к нам. И самоходка постепенно начинает подбираться в газонокосилки. Но цитрус вовремя останавливает. На поле появляется реприкона. Это еще один из символов Дня Святого Патрика. На четвертой линии тоже очень многолюдно. У нас там из оружия цитрус, но есть в запасе план. Мы его применяем для ледяного гороха и также срабатывает апельсин на вторую линию. И вновь получаем план. Как я сказал, плантов в миссии довольно-таки много. Это уже финальная волна. Падают. У нас очередная партия леприконов и появляются мелкие гоблины. Можно уже запускать газонокосилку, но хочется все-таки использовать то оружие, которое у нас есть. Оно мощное и одно удовольствие им пользоваться. На второй линии все-таки запускаем газонокосилку. И мы вновь получаем план. У нас к списку вооружений также еще добавляется электромагнитная бомба. И это не оставляет никаких особо шансов для зомби. Электромагнитная бомба тоже появилась с компанией Farfetch. Она парализует на какое-то время все вот такие вот самоходные установки. Включая есть еще такой зефир. Его, к счастью, нет в этой миссии. Он за собой приводит таких вот летающих зомби. Тоже очень неприятно противник. И убрать его, как в принципе вот этих вот роботов, сложно. Но можно. У нас уже буквально осталось небольшое количество противников. В основном это такие роботы. И мы их постепенно убираем. Вновь получили план и его используем на красный слот. Осталась последняя самоходка на первой линии. И ее добивает апельсин. Мы проходим данную миссию, после чего будем открывать призы. Итак, у нас в первом подарке деньги, во втором рассада и в третьем 500 монет. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok